Это давеча мы продолжаем. Собирали вторсырье, чистили водоемы, кормили птиц. В Кировской области подходит к концу год экологии. На протяжении всего года в школах проходили уроки экологии, олимпиады, различных уровней и творческие конкурсы. А для тех, кто постарше, в Кирове провели географический диктант. При университетах студенты регулярно кормят птиц, а в праздники в городе высаживали деревья. Каждый месяц волонтеры собирали вторсырье в разных районах города. Были открыты пункты сбора ртутных ламп и батареек. Одним из самых значимых мероприятий стала акция «Вода России». На протяжении всего года волонтеры чистили водоемы Кирова и области. Например, они освободили от мусора берега небольших рек в Кирове, пруды в близлежащих поселках. В частности, в Костино. Кстати, мусор собирали не только на берегу, но и под водой. Но есть и более крупные достижения в нашем регионе. Напомню, в начале этого года планировалось, что в Мородыково будут утилизировать радиоактивные отходы из других регионов. Но кировские общественники и активисты добились того, чтобы этого не произошло. Сегодня мы подведем итоги года экологии вместе с членом общественной палаты Кировской области Тамарой Яковлевной Шихминой. Добрый вечер, спасибо, что пришли. Тамара Яковлевна, почему отходы планировалось уничтожать именно в Мородыково? И какие это могли быть отходы? Это очень серьезный вопрос. Потому что, если говорить о радиоактивных отходах, то, в принципе, по радиоактивным отходам, я думаю, что будет отдельная программа. Потому что это будет уран, содержащий соединение. И по радиоактивным отходам планируется целевая программа, по которой будут уничтожаться отходы. Я полагаю, что на объект по уничтожению химического оружия эти отходы не повезут. Разговор стоял о других отходах. А именно о том, чтобы разместить некоторое количество отходов с Камбарского объекта по уничтожению химического оружия. То есть привезти из Удмуртии. И вот насчет этого ситуации было общественное мнение о том, что... Ну, здесь не настолько были против населения и общественники, а они хотели знать четко, что повезут, как повезут, что это будут за отходы и так далее. И какие объемы. Были собрания, это обсуждалось постоянно. Да, были собрания и так далее. И поддобились того, что в итоге не повезут. Ну, вы знаете, здесь, я думаю, что больше даже роль принадлежит самому федеральному управлению. Потому что они, мне кажется, приняли решение, значит, уничтожать, вернее, хранить, захоранивать отходы и складировать отходы на тех объектах, где они накоплены. И поэтому я знаю точно, что сейчас разрабатывается дополнительный проект и экспертиза будет по строительству полигона захоронения и хранения отходов на Камбарке. Поэтому то, что планировали перевезти ее в 6 регионов, там по 1000 тонн примерно, этого не будет. Останется там, где они складируются сейчас. Останется там, где оно есть. Тогда давайте по итогам года экологии, да, целый год. По объекту химоружия я хочу сказать, что вы знаете, ну, сегодня нельзя не сказать в преддверии вот закрытия года экологии о том, что наша российская даже земля освободилась от химического оружия. И на Вятской земле это произошло еще в 15-м году, а в 17-м году, то есть в год экологии, на Кизнерском объекте уничтожен последний боеприпас с химическим оружием. Мы в этом плане издали новый выпуск, спецвыпуск журнала «Теоретическая прикладная экология» и поздравляем и федеральное управление, и министерство, и все объекты, руководство всех регионов, где это происходило с этим великим событием. Для года экологии значимое событие, да? Какие еще важные, на ваш взгляд, события в рамках года экологии произошли и в Кировской области, в городе Кирове? Ну вот я, может быть, начну со съезда. Дело в том, что как раз вот значимые события были подведены на 5-м всероссийском съезде охраны окружающей среды. Он проходил буквально вот в декабре, 12-го, 13-го, 14-го декабря. От нас была солидная делегация, я была делегат этого съезда. Вы знаете, очень вот то, что вы говорили сейчас о том, что делается нашими детьми, значит, и взрослым населением, и молодежью по охране окружающей среды. Там было четко сказано, что год экологии дал такой импульс вот этому движению, что, в принципе, там было сотни, тысячи мероприятий вот таких в пользу охраны окружающей среды. Если говорить о законодательной базе, вот приятно в год экологии, и наше правительство России приняло очень много законодательных актов с точки зрения и о воде, и о контроле. Вот представьте себе рейдовые проверки. Ведь раньше рейдовые проверки были как? Ну, 1, 2, 3, 4 года или 5. Например, какие рейдовые проверки? Ну, рейдовые, допустим, Роспроднадзор или Росттехнадзор или Роспотребнадзор, они выходили один раз в 3 года. А сейчас, причем, обязаны были предупредить предприятие, а сейчас нет. Без предупреждения, в любое время, в любой ситуации, причем по мнению общественности, населения и граждан, что очень важно. Наше время подходит к концу, давайте напоследок еще раз. То есть, насколько вы довольны, как прошел год экологии в городе Кирове, Кировской области? Я думаю, что год прошел с большими успехами с точки зрения и культурной жизни, экологической культуры, и образовательной деятельности, и проведения мероприятий, и озеленения города, и приведения в порядок нашего города. То есть, было очень много интересных, важных мероприятий. И самое главное, надо, чтобы не остановились эти мероприятия вот этим годом, чтобы они продолжались, реализовывались. И еще, чтобы участвовали в этом процессе все от мала до велика. Спасибо большое, что пришли, ответили наши вопросы. До свидания. Ну а мы продолжаем.